Здравствуйте, друзья! Это новости на канале Реальной Черногории. Я Михаил Петренко. Начинаем! 41 год назад, 15 апреля 1979 года, в Черногории произошло мощнейшее землетрясение, унесшее жизни 101 человека. Эпицентр его был в 15 километрах от побережья, в море, между городами Бар и Ульцин, и его мощность составляла 7 баллов по шкале Рихтера. Последствия того землетрясения вы видите на экране. Напомню, что не так давно, 26 ноября 2019 года, в Албании было землетрясение магнитудой 6,4 балла и погибло не менее 51 человека. На сегодня число заболевших коронавирусом в Черногории 288 человек. Из них 46 уже выздоровело и четверо умерло. Несмотря на относительно небольшое количество заболевших и на нестихийное распространение вируса, Черногорское правительство все-таки приняло меры по созданию временных больниц на базе спортивных комплексов. Так в Биране, Баре, Голубовтах и Подгорице созданы временные больницы. Жителю Херцег-Нове, гражданину Российской Федерации, за нарушение условий карантина дали 30 суток ареста. Хотя могли, конечно, выбрать и более суровую меру, в том числе до 8 тысяч евро. На текущий момент задержанных за нарушение условий карантина 883 человека. «Религиозные обряды должны проходить исключительно без присутствия верующих», заявил директор полицейского управления Веселин Вилевич. «Любая попытка нарушить приказы и меры будет предотвращена полиции и будет преследоваться в соответствии с законом без исключения», сказал Вилевич. Национальная туристическая организация Черногории приглашает вас прогуляться по интересным местам и городам Черногории виртуально. По ссылке в описании к видео вы сможете увидеть горнолыжные центры Черногории «Савинку», «Калашин», а также увидеть пешие велосипедные туры по национальному парку «Дурмитор» и горе Комове, посмотреть города Тиват, Котор, Ульцинь, а также национальный музей в Черногории в Цетине. Завершу я сегодняшние новости небольшим объявлением от себя. Я запускаю онлайн уроки по видеосъемке, монтажу, режиссуре и работе на камеру. Если вы хотите обучаться у меня, то подробности в описании к видео. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И спасибо вам за поддержку канала.